Крымский мост Сегодня у нас в студии. Слева Кунько Сергей Александрович, руководитель отдела по СМИ ДМС Украины. Хмель, с правой стороны Хмель, Владимир Александрович, первый заместитель главного управления СБУ по Крыму. Гданов Изет Рустемович, первый заступник постоянного представителя президента Украины в Крыму. Слева от меня Арифа Вайвелина, гражданский активист, активное участие гражданской благодати Крыма. Сегодня заместитель командира гражданского формирования АСКЕР, который стоит непосредственно на границе с Крымом. Роман Спиридонов, редактор телеканала, новостей редактора телеканала АТР. Тема сегодняшней передачи. Окупированный Крым. Власть, которая сдала оккупированный Крым. И где она, власть в Украине, которая конкретно занимается Крымом. Вот эти вот основные темы. Не переключайтесь, смотрите за нами. У нас сегодня будет два скайпа. Это будет первый заступник председателя МИДЖИСа Нариман Желял. Я надеюсь, он сейчас нас смотрит. И еще один активист, волонтер с Новолексеевки, Эдам Ахалединов, будет включаться. Будем обсуждать злободневные темы, которые беспокоят граждан Украины в оккупированном Крыму. И всех, кто беспокоится о тех людях, которые остались в оккупированном Крыму, на материковой Украине. Я хочу сейчас первое слово дать и деду Гданову, и деду Руссенчу Гданову. Почему именно ему? Потому что, если вы помните, вся гражданская активность материковой Украины была тогда смотрела и следила за тем, что происходило с постоянным представительством президента по Крыму. Это Херсонский офис, Ушакова, 42, если вы помните. Мы это вчера на телеканале освещали, говорили о том, что нас не устраивает та позиция, которая была тогда выбрана властью. Тот мертворожденный, как мы могли тогда говорить, представитель, который был тогда, не уделял должного внимания той проблематике, которая существовала и существует непосредственно сегодня. Сегодня, буквально недавно мы отмечали 100 дней постоянного представителя уже в новом составе. Изет Рустемович сегодня, я думаю, сейчас нам расскажет, как происходят сейчас эти изменения, которые сейчас уже можно открыто говорить нашим гражданам, которые непосредственно беспокоятся, непосредственно участвуют в процессе перехода админ-межи. Прошу вас. Салям алейкум, добрый вечер. Что касается деятельности постоянного представительства президента Украины в Крыму, действительно, президентом Украины были внесены кадровые изменения. Это август месяц 2017 года, и мы приступили к исполнению своих обязанностей. Постоянный представитель президента был назначен Борис Бабин, и я первый заместитель постоянного представителя. Что касается нашей деятельности, мы действительно давали публичный отчет о своей деятельности за первые 100 дней постоянного представительства президента. И наш отчет доступен, он находится в публичной плоскости, и я не буду к нему возвращаться. Я хочу продолжить те наработки, вопросы нашей перспективы, нашей планы деятельности именно представительства президента. Значит, мы сейчас усилия сконцентрировали на кадровом вопросе. Почему? Потому что, когда мы пришли, только на 50% фактически был кадровый состав, укомплектован в постоянном представительстве президента. Мы объявили конкурсы, уже граждане в соответствии с действующим законодательством некоторые уже прошли процедуру конкурсного отбора, некоторые в процессе, по некоторым уже мы запускаем спецпроверки. И в ближайшее время, это начало 2018 года, в полном составе будет работать постоянное представительство президента. В том числе и мы открываем представительство в городе Киеве. Значит, здесь будет представлена служба международных связей, постоянного представительства президента и служба правового анализа. У нас есть еще один заместитель, это вакантная должность на сегодняшний день, это политическая должность, она вакантно остается. Что касается общих стратегий, я хочу отметить, мы, как говорили, на круглом столе на сегодняшнем мероприятии. Значит, в этом году 25-летие, как вы уже знаете, представительство президента. Цель создания представительства президента была ясна в Крыму, это некое око гаранта Конституции на территории Автономной Республики Крым. Но в сегодняшних реалиях представительство президента имеет полномочия и обязано было после оккупации Автономной Республики Крым взять под координацию все те государственные структуры, все те органы государственной власти, которые были созданы для работы по Крыму, и взять ответственность, политическую ответственность внутри государственную за направление работы этих структур. При этом я подчеркиваю, не вмешиваясь, почему? Потому что каждая структура по вертикали подчиняется, относится к центральным органам экономичной власти, к центральной власти Украины. Но должна быть та структура государственной власти, которая несет политическую ответственность за все направления, которые идут по Крыму. Что касается наших планов, естественно, стратегические задачи – это деоккупация и, самое главное, реинтеграция нашей территории обратно в Украину. То есть, фактически, оккупант захватил, и никто мнение, как мы уже знаем, наших граждан не спрашивает. И фейковые референдумы ничего не значат. И наши фактические люди, наши граждане оказались в заложниках в Крыму. И уже вынужденно образовалась эта административная граница. И мы обязаны совместно с правоохранительными структурами, с державной прикордонной службой, мытной службой, обеспечивать безопасность материковой части Украины и контролировать эту территорию. Значит, в ближайшее время у нас будет создан экспертный совет. Это что касается деоккупации Крыма. Экспертный совет мы уже объявили о создании, и нам уже поступают предложения. И у нас будет экспертный совет, который будет работать над программой деоккупации автономной республики Крыма. И основная задача, я хочу подчеркнуть, здесь, в Херсонской области, потому что это территория, которая непосредственно ограничена с том, что оккупал на территории, создать ту команду, которая после политического решения, геополитического решения до оккупации автономной республики Крым, зайдет в Крым и будет обеспечивать, прежде всего, безопасность наших граждан, хозяйственные направления, стратегического характера. То есть их очень много. И сегодня мы должны именно по пирамиде все это смоделировать на территории области. Чухса Олдас, огромное спасибо. Идитор Рустемович, у нас есть скайп-звонок с Нариманджиал. Первый зам Рифата Чубарова, председатель медицинского крымско-катарского народа, сейчас на нас смотрит. Нариман Бей, селем алейкум. Я бы хотел, чтобы непосредственно с Крыма, непосредственно именно вы, сказали сейчас, как сейчас обстоят дела вообще. Как вы смотрите на новый состав постпредства, и как вы смотрите на крымскую власть. Ту власть мы с вами знаем и ту помним. Вот как сейчас. Вот они вот сейчас здесь перед вами. Я хотел бы сказать о тех проблемах. Слава вам за то, что есть возможность сказать. Естественно, я думаю, эфирного времени не скажет. У нас огромные надежды связаны с изменением состава постпредства. И мы видим определенные уже позитивные изменения. В частности, мы с ИЗБ реализуем ряд вещей в помощь семьям политзаключенным, помогаемым в сопоставлении документов. Есть связи с другими органами. АРК, прокуратурой, следственными органами и так далее. И поэтому говорить о том, что совсем ничего нет, я не буду. Но мы все прекрасно знаем, вы в студии, и все, кто сейчас сидит у вас в студии, знают о том, что ряд проблем все-таки существуют. Они связаны и с пересечением границы, они связаны и с получением документов. И необходимо, и мы об этом говорим уже, в принципе, с 2014 года, максимально работать над тем, чтобы взаимосвязь граждан Украины в Крыму собственно с украинским государством через его учреждения, административные органы была максимально комфортной. Например, мы уже длительное время говорим о том, что необходимо благоустройство контрольных пропускных пунктов. Потому что особенно сейчас зимой люди будут испытывать огромное количество проблем. Я знаю, что в ряде органов власти и в МЕНТОТе, и в других органах проект давно обсуждается, почему он не реализован, например, остается вопросом. Есть вопросы провоза, скажем, личных вещей и так далее. Мы знаем, что не так критична ситуация сегодня, как была ранее, но все равно зачастую представители таможенной службы откровенно цепляются к людям, которые пересекают границу. Естественно, ситуация решается, но зачастую в таком ручном режиме хотелось бы все-таки, чтобы сотрудники служб, находящихся на КПВВ, сразу понимали, как себя вести, вести себя правильно и не создавать ненужных впечатлений и проблем для тех, кто пересекает. При этом, поверьте, все в Крыму понимают, что службы, особенно те, которые отвечают за безопасность государства, обязаны и должны отрабатывать по своему профилю. Но очень много жалоб касательно многочисленных проверок, в то время как люди, которые здесь, в Крыму, обеспечивают работу нынешней власти, работают в избирательных комиссиях, работают в местных муниципальных образованиях и так далее, без проблем ездят, оформляют себе документы, например, за грандпаспорта, и потом здесь хвастаются, как они облапошили украинские спецслужбы. В то время, как очень много обычных людей жалуются на проблемы, на двухпесячные проверки, задержки и так далее. То есть проблемы есть, я не считаю их критичными, необходимо работать над ними. И уж по прошествии столько-то времени все-таки выходить из ручного режима, в котором работает, например, и Борис Бабин, и Сет Гданов, и другие представители власти. Большое им, кстати, спасибо. Они решают проблемы, но нужно из ручного режима все-таки выходить на нормальное государственное решение этих проблем. Нариман Грей, у меня такой вопрос. Вот если из всех вопросов, которые сейчас волнуют граждан Украины в оккупированном Крыму, приоритет, какие бы три основные проблемы вы бы обозначили? Ну, первый, это самый обывательский вопрос, это оформление документов. Не каждый человек, ну, я скажу так, для многих людей, которые находятся в Крыму, сам выезд на материковую Украину достаточно стрессовая ситуация. Необходимо заранее спланировать, ну, целый комплекс мероприятий. И все сетуют на то, что зачастую в течение одного дня бывает невозможно там решить какие-то проблемы. При этом, ну, стараешься объяснять, что все-таки есть вопросы государственного регулирования, есть сроки для оформления каких-то документов. В принципе, это острота этой проблемы решается, но нужно все-таки еще думать над тем, как сделать доступней эти административные услуги для тех, кто проживает в Крыму. Я понял, это первый вопрос. Второй? Да, второй, это момент пересечения границы и провоз с собой каких-то там личных вещей и так далее. Очень многие беспокоены или не проинформированы о том, что можно в каком количестве и так далее, и так далее. Люди зачастую и практически путем на себе узнают, как. Хотя вот я по себе знаю, что проблем с этим стало меньше, сумки стали, скажем так, меньше цепляться к тому, что ты везешь с собой там. А люди везут что? Лекарства, конфеты, какие-то вещи. Я понял, это второе. Провоз вещей. И третье? Ну, третье, здесь уже, знаете, это, наверное, не административный такой вопрос, а глобальный политический. Это вопрос возвращения. То есть, для оккупации Крыма, это вопрос, который любой встречающийся... Я понял. ...спрашивает каждый. Давайте разберем вот эти вот все три вопроса. У нас как раз крымская власть сегодня присутствует на Риманбей. У вас непосредственно все три вопроса не я буду отвечать, а будет отвечать непосредственно крымская власть. В лице у нас вот уважаемого Сергея Александровича, Владимира Николаевича и Деда Рустемовича. Значит, первый вопрос был по поводу ДМС Украины, правильно? По поводу получения паспортов один день. Если я вас правильно понял, кстати, обратите внимание, насколько дипломатичный у нас заместитель председателя Министерства. Он очень деликатно поставил вопрос. Хотя очень многие граждане, поверьте мне, и некоторые из вас это тоже знают, очень иногда бывают недипломатичные, когда на границе они не могут обратно вернуться, потому что они сдали паспорт, и все с этим вытекающее. Нариманбей просто все сказал очень в таком политкорректном ключе. Я хотел бы, чтобы все-таки вы вот впервые на отеле прокомментировали, Сергей Александрович. Что им делать? Как им вообще быть с паспортами? Ну, добрый вечер. Проблема известна. Проблема, скажем так, ну, треба разделять на несколько уровней существования этой проблемы и, власне, механизмы их решения. Если мы говорим про строки выготовления, например, закордонных паспортов, сейчас есть с этим проблемы для всех граждан Украины, то есть не только для кримчан, это проблема есть, и для всей территории, для всех граждан. Эта проблема, за нашими прогнозами, будет остаточно решена за 2-3 месяца. То есть до березня месяца мы ее должны решить. Оскільки зараз Полірафкомбинат Украины очікує на початку січня, власне, запуску в эксплуатацию додатковой лініи персонализации документов, и это мае сняти проблему саме по строках выготовления документов. То есть проблема в идентификации этих людей, которые... Это суто проблема виробництва. Ця проблема стосується виробництва и технических вопросов. Другая проблема – это подание документов. Тут есть также комплекс проблем, начиная от электронной черги, мы как раз обговорили сегодня, и закинчивая, на жаль, поки что невеликой кількостью мест в Херсонской области, где можно оформить документы. Какие тут вариантии решения? Мы, зі свого боку, миграційная служба буквально кілька дней в том завершилися поставки, и мы зараз суттєво збільшуемо кількість обладнания, в том числе и в Херсонской области, саме в подрозділах миграційной службы. Тобто пропускна спроможность подрозділями миграційной службы, вона будет дещо збільшена. Вот буквально цими днями це відбувається. Там просто комплекс робіт, там треба ще канал зв'язку, налаштування цього обладнання і так даліше. То кілька тижнів, я думаю, пройде. І жителі Херсонської області, і в тому числі кримчани, які звертаються до підрозділими миграційной службы, мають вже відчути деякі полегшення в цьому плані. Але ж треба розуміти, що 2016 року за ініціативою миграційної служби було внесено зміни до законодавства, і повноваження щодо оформлення документів було надано центрам надання адміністративних послуг. Ми маємо прекрасні приклади на сьогоднішній день багатьох регіонів України, в тому числі і міста Києва, всіх великих міст Львів, Херсон, Харків і так далі. Там, де ми маємо центри надання адмінпослуг, які приймають громадян, і це суттєво полегшує ситуацію з документами загалом. Наприклад, в Києві я особисто, буквально вчора-позавчора, я об'їхав всі підрозділи міграційної служби, і побачив там, що черг зараз немає. В Києві черг немає. Можна спокійно прийти і оформити закладований паспорт. Це величезний резерв. Наскільки нам відомо, за наявною в нас інформацією, місцева влада, органи місцевого самоврядування в Херсонській області активно зараз цікавляться вже тою тематикою, готуються до закупівлі обладнання, і, можливо, найближчим часом вони таки розпочнуть цю роботу з відкриття, ну, скажімо так, центр надання не послуг там є, але запуск послуги з оформлення документів ми очікуємо, що розпочнеться вже найближчим часом. Це збільшення, власне, кількості місць, де можна оформити документи, воно однозначно сприятиме питанням полегшенню, от саме це питання, про яке, власне, говорилося, що кримчанам важко оформити. Деколи буває так, що людина приїжджає і за день може оформити документи. На жаль, так, тому що спрогнозувати, тим більше ми маємо зараз накладку, та вся ситуація, яка є з кримчанами, вона наклалася ще й на безвізовий режим, який запроваджений на жіотаж з закордонними паспортами. Якщо для порівняння цього року в Україні оформлено, ну, буде оформлено, ми вже впритул підійшли до позначки 4 мільйони закордонних паспортів, це абсолютний рекорд. Такої кількості документів Україна ніколи в житті не оформила. Минулого року було близько 2,5 мільйонів для порівняння, тобто суттєве, дуже суттєве зростання. Тому ці всі фактори, вони говорять про те, що із відкриттям центрів надання адмінпослуг ця ситуація буде полегшена. Третій фактор, третя тема, про яку варто згадати, це власне ідентифікація. Це дуже важлива тема. Ми не можемо документувати неідентифіковану особу. Це треба розуміти. Законодавство юридично, кримчани скажуться, що міграційна служба вимагає в них якісь додаткові документи, при здійсненні документування, при оформленні паспорта громадянина України в формі картки, при оформленні закордонного паспорта. Що відбувається насправді? Юридично процедура оформлення паспорта і паспорта громадянина України, і паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вона є однаковою для всіх громадян України, незалежно від місця проживання, від місця реєстрації, від того, де виданий паспорт і так далі. Але ж, ключовим моментом, ключовою процедурою під час прийняття рішення, доприйняття рішення про видачу документа, про документування, є ідентифікація особи. Паспорт громадянина України, книжечка, зразка 1994 року з вклеєною фотокарткою, на сьогоднішній день є абсолютно морально застарілим, його дуже просто підробити. Він не може сприйматися як надійний засіб ідентифікації. І давно не сприймається міграційною службою, ще задовго до подій 2014 року, власне, він перестав бути засобом ідентифікації. Дякую, я зараз вас переб'ю. Ви мене сказали, що на всій території України одинаковая процедура прийнятия документів. Але так ли це? У нас є Северина Рівна. Скажи, будь ласка, це так ли? Смотрите, сталкиваясь з людьми, з которими ми спілкуємося непосередньо на границі, є ряд вопросів к новотроїцькому паспортному столу, к генетичному паспортному столу. В-первых, це ценовая політика. Раз, вона расхожа. Що в одному заведенні і в іншому паспортному столі. Вона разна. Скоріше, може, коммерційський, не коммерційський? Срочний, не срочний. Хотілося б, щоб люди, граждані України, бачили офіціальні ціни, можливо, на вашому сайті. Тому що є розхожження. Хочат бачити... Всі розцінки є, не тільки на нашому сайті. Вони точно є. Вони мають бути на інформаційних сценах, в підрозділах. І це дуже жорстко контролюється. Я думаю, що воно там є. Цінову політику трошки... Проверюємо. Хорошо. Пока буде істепередача, я б хотів би, щоб зашли на сайт ДМС України і посмотріли, є ли там розцінки апаратні. Посмотрите, пожалуйста, і дайте нам відповідь. І ще можна додавить, є також жалоби на некорректне обращення з гражданами України із оккупированного Крима. Нежелання обслужувати. Виборочне відношення самих работників. Делати вам паспорт, ніби не робити. Є такі тежі моменти, к сожалению. Ну, хорошо. По поводу індифікації я б хотів остановитися. Це індифікація на всій території України відбувається? Допустим, любой гражданин України з містечка Одеси, допустим, він теж має підтверджувати, що він гражданин України? Абсолютно вірно. Я, грошу дозволу, витрачу ще дві хвилини, але це дуже важливо, щоб люди розуміли, що відбувається. Зараз на вас дивить весь Крим. Юридично процедура є однакова. Вона полягає в тому, що особа звертається до, якщо ми говоримо про документування, до однієї з трьох установців. Або підрозділ міграційної служби, або центр надання адмінпослуг, або паспортний сервіс. Це державне підприємство документ, який також документує, воно визначено, як місце, де можна оформити документи. Людина звертається з своїми якимось документами. Ті, що вона має. До речі, на сайті міграційної служби, окрім, власне, суми адміністративного збору, там ще є також перелік документів, які необхідно подати при оформленні того чи іншого документу. Тобто, і закордонний паспорт мається на увазі, і паспорт та картка. Значить, далі вже на рівні бек-офісу ми ідентифікуємо особу кожного громадянина. Як ми це робимо? Базовий спосіб ідентифікації є базовим способом, є порівняння даних паспорта громадянина України 94-го року, з даними паперової форми 1, тобто паперового архіву, це заява на виготовлення паспорта, яка заповнюється громадянином, заповнювалася громадянином при оформленні, власне, цього паспорта, будь-де. В тому то і справа. Тут ключовим моментом є не те, де зареєстрована особа сьогодні, а те, де вона отримувала свій паспорт. Тобто, для того, щоб зрозуміти, чи має міграційна служба, доступ до форми 1 чи немає, треба просто відкрити третю сторінку паспорту і подивитися, ким і коли виданий паспорт, де він виданий. Тому що саме за місцем видачі зберігається оцей паперовий архів, на основі якого видавалися паспорти 94-го року. Ну, паспорт, книжечка. В кожному випадку, підкреслюю, незалежно від того, де би не була зареєстрована особа, яка звертається з питань документування, в кожному випадку піднімається форма 1. З Кримом є проблема, тому що доступу до форму 1 ми не маємо. Тому послідовність дій. Тобто, окей, паспорт виданий на території Криму, доступу до форму 1 не маємо, значить, цей спосіб ідентифікації є неприйнятним. Ми не можемо за цим способом ідентифікацію. Тому що ці інші громадяни води ідентифікуються дуже просто. Піднімається форма 1, сканується в базу даних, і, власне, особа вже є ідентифікована. Далі ми дивимося, чи був в особи, в того громадянина, власне, закордонний паспорт після 2007 року. Починаючи з 2007 року, вже сині паспорти, синього кольору кладинка, закордонні паспорти з полікарбонатною сторінкою, яка прожих лазером, вони видавалися на основі електронної бази даних. Тобто, всі дані вносилися в відомчу нашу інформаційну систему, ті всі дані є, і за цими даними ми можемо ідентифікувати особу. Тобто, якщо в особи після 2007 року був оформлений закордонний паспорт, це знімає, власне, питання ідентифікації. Тобто, за цими даними ми можемо ідентифікувати особу. Ось, якщо і перше, і друге не спрацьовує, в такому разі особа може, підкреслюю, вона не зобов'язана подавати, але вона може подати будь-які інші документи, які дозволять міграційній службі направити паперовий запит до цього органу, який, можливо, видавав ці документи, і отримати відповідь, чи видавалися такі документи, чи може підтвердити цю особу. Я понял. Тобто, вам потрібен підтверджуючий документ, дополнительний, так? Тобто, у людей... Нет, як це виглядить, Сергій Александрович? Смотрите, у человека є паспорт гражданина України. Он приїжджає з паспортом гражданина України і говорить, дайте мене загранпаспорт. А ви йому говорите, нет, я тебе не можу дати, тому що нет твої формы 1, яка должна була бути у нас, як у ДМС України, але она осталась в оккупированному Крыму, тепер вони у ФСБ, так скажімо, в ФСБ знаходиться. Але він то не виноват, він прийшов з паспортом гражданину України. Ми йому говоримо, що немає форму 1, але йому говоримо, давай принести права. Вот як це виглядить? Він приносить права, там студенческий билет. У нас же нет к студенческому билету, допустим, лекатистату, у нас нет выписки з його реєстра екзаменів, які він здавав з інститута, или там, де права, у нас тоже нет доступа к тому, що він був в ДОСАФі в Крымському, і у нас нет справки, як він здававав екзамены з этого ДОСАФа. Т.е. ми тоже нет подтверждающих документів, але ми у нього їх требуємо, правильно, сейчас? Звучить. І ще дуже важний момент, вот щас тут є АСКЕРС з гражданської, з админ Межи. Вопрос. Т.е. він здавав вам документы на получення даже загранпаспорта, як він обратно должен виїжджати? Так? Як він должен обратно виїжджати? Скажіть мені. Ну, смотрите, на сьогоднішній день вже є разрешення, якщо це подростки виїжджають, у них є справка, по справки вони виїжджають. По подросткам це віддільно, як вони виїжджають? По подросткам недавно була проблема, единственне, що це з погранслужбою. Ну, хорошо, тут погранслужба отвечає тільки за админ Межу, це даже у нас не государственна граница. Для граждан України, вообще, це админ граница, которую він може даже, в принципі, без паспорта пересекати. Щас ми говоримо тільки о полученні паспорту. Вот, якщо він здавав свій паспорт, а на границі прикордонна служба требує какой-то документ, достаточна ли якогось справки? На сьогоднішній день, благодаря представителю президента, вже добились того, що є справки для молодежи, і також і для взрослых. Уже два місяці вже можна. То есть, ми, в принципі, по своїм даже... Дайте я добавлю. Проходить определенна процедура, але все рано можна. Отміщаючи крымчанам, я хотів би отметити, щоб вони з пониманням відносились к процедурі ідентифікації, ввиду того, що це їх ж документальна безпецість. Ми розуміємо, що люди не виноваты в ситуацій, в якій ситуацій, в якій ситуацій, але при цьому ми не можемо допустити, ми вже служби безпеки України і інші правоохранительні структуры констатували факты подділки документів іменно паспорта 94-го образця. Тому процедура ідентифікації личності нужна. Нужна, але тут є определенна грань. Тому, обращаюся к крымчанам, я би хотів просити, щоб, коли обращаються за административною на матерікову частини України, взяли з собою всі возможні документи, які так чи інакше підтвердять личність громадянина України. І це все облегчить процедуру ідентифікації личності для миграційного службі. Тепер хочу добавити в отноші технічні можливості приема граждан. Совершенно справедливо Нариман Джуляу відмітив проблематику, яка є. Действічно, ми, після того, як були назначені, почали работать в направлении создання СНАПів. Це центр підтримання административних услуг іменно в населенних пунктах, які граничат все время на оккупированной території, щоб облегчить гражданам нашим із Крима получення документів. Це вся ситуація під СНАПом відноситься к ОТГ. А є вже відкритий СНАП? Я себе доскажу. Естественно, приобрести оборудовання необхідно в фінансірованні. Це порядка 300 тисяч гривень. ТОК один комплект оборудовання в биометрике. Ми провели роботу. Це, по сути, бізнес, який буде відноситися к територіальній громаді. С той суммою, с той пошлиной, котрій граждані оплачивають за получення документів, часті віддається на поліграф Комбінат України за процедуру виготовлення документів, часті віддається як прибуток територіальній громаді. Тому зараз для того, щоб відкрити цінапи, територіальній громаді підтримують в бюджеті на следующий год іменно відкриття, приобретення оборудовання. І вот ми вже знаємо, що в Чаповинському районі, в Каланчахському районі в ближайшє час, а це перші місяці 2018 року, запланировано в бюджеті, і буде приобретено оборудовання на відкриття цінапів. Тобто ми облегчимо ситуацію. Действічно, як правильно було замечено, 22 тільки подразделення іміграційної сублі на території області, плюс 1 подразделення ДП-документ. І цінапи служить тільки фронт-офісом. Тобто ніколи процедуру ідентифікації не будуть, вони тільки собирають біометрику і передають для іміграційної сублі. У нас є телефонний звонок? Я хочу продолжить. В отношении тех проблем, які були озвучені першим замістителем життя крымсько-катарського народу, це найктуальні, тим більше в преддвері холодів, це обустроювання контрольно-пропускних пунктів, це провоз вещей. По цьому поводу можу сказати первое. Що касається провоза вещей. После назначення ми через три дня направили в администрацію президента і в Кабінет Министрів, і в Министерства тимчасового окупованого територію, як профільному міністерству, свої предложення по поводу внесення зменів в постановлення номер 1035, яке саме регламентирує провоз грузів, я не вважаю, влічних вещей, в Крим. Так вот, по сей день ми не можем, будем говорить так, запустить эту процедуру, і ми вже нашли спосіб, як із цього выйти, але пока на сьогоднішній день ми констатируємо факт того, що Кабінет Министрів не приняв изменений Чем аргументировано було це прийняти? Чем были аргументированы? Ми зі своєї сторони направили предложення, ми выступили з ініціативою совіщання на цю тему, з конкретними предложеннями, але пока змінення не принято. Ми не являємося членами Кабінет Министрів України, для того, що є профільне міністерство, це Минтод, і ми ждем того, що буде в цьому направленні продвіження. Боле того, ми сейчас выступили з предложення, ми будемо його реалізувати в 2018 році. Ми будемо создавати рабочую групу, на це ми маємо право в соответствію з указом президента, который в 2016 році про взаємодійність з центральними органами виконавчої влади, ми будемо собирати рабочую групу на уровні замістителей, предлагайте создання такой групи, замістителей, министрів, всіх тех ведомств, які будуть заинтересовані, щоб протокольно ми приходили к общому знаменателю і давали свої предложення як администрації президента, так і параллельно Кабінету міністрів. Звучить дуже убедітельно і замачиваю. А как сейчас, на данный момент, происходит с перевозом грузов? Як це відбувається? Ілічно ввечає? Ось інтересно, що на каждій границі все проходит по-разному. Т.е. де-то є виборочне в соответствію з законом, з постановленням... Т.е. виборочне досмотри, да? Так, де-то... А кем досмотриють? Постановленням 10.35 действують. І таке даже. А какой пункт видиш? На Ченгарі ми ставкивалися з таким. Т.е. як це відбувається? Человек что-то говорит, объясняє, он юрист? Якщо чоловік не апеллирує законам, то бывають такі случаи, що проходит он... Продолжає по-постановленню 10.35 проходить. Т.е. як це... Як це... Як я вас правильно зрозуміло? Т.е. чоловік, знающий, який говорить, що постанова 10.35 формально отменена. Отменена. І поєму ви не маєте права мене досматривати. Так? Т.е. його таможня пропускай. Т.е. ка. Т.е. ка. Граница? Давайте начнем с того, що 10.35 було принято лише для того, щоб відстановити бізнес з временні куперів на території. Т.е. мы помним. В даній ситуації у нас в соответстві з нормами у нас на админграниці знаходиться мутна служба, таможенна служба. Ми считаємо, що, естественно, це не господарственна границя, це адмінистративна лінія розграничення. Наша задача, як государство України, обеспечити безопасність. На наш взгляд, ми будемо выходити з цієї ініціативи. Нахождення таможенной служби на адмінистративній границі нецелесообразно. Прошу прощення, є телефонний звонок. Да, слушаємо вас. Не слухаємо вас. Я, Сема Алькин, я званю по поводу того, что, а как насчет хамства пограничников? Очень много украинских пограничников именно при переході границі з Крыма от граждан наших в Україні, жителі Крыма, очень часто по разным причинам находят, как вам сказати, чтобы, как бы, просто і понятно. Вот буквально неділи-две назад мне поступила жалоба, что женщина переходила з Крыма, і український пограничник просто начал предъявлять претензии по поводу того, що я знаю, що у вас все рно є російський паспорт, і не пропущу, і ще що-то, і що ви так часто їздите, це именно був украинський пограничник. Очень обидно, коли так обращаются к нашим соотечественникам, тем более, ну, вони винувшені к нам їздить за документами, к родственникам і так далі, тому подобне, і ще вот таке хамство на границі, і вони, на російський то лучше относяться. Услышали вас, прокомментируйте, пожалуй. В отношіні налічі паспорту оккупанського режиму, ми все понимаємо, що це вимувшенна мера для кримчан, так як практично 99,9% в Криму людей документированы, этими аутсвайсами, для того, щоб фактически знаходиться на территории временно оккупированной. І вони должны там знаходиться, це наші граждані, вони вдома живуть. В отноші якимось якимось знамечаний роботи служб, правоохранительних структур, ми специально открыли горячую линию представительства президента в Криму. Можете я розвучити, Дед Русланомич, есть какой-то, якщо є у нас номер представительства, я хотів би, щоб ви вдали в ефір прямо сейчас, щоб люди увидели, що є горячая линия постоянного представительства в Криму. Дайте, пожалуйста, це. Єві горячая линия представительства президента, і ми мгновенно на це все реагуємо, у нас налажено взаємодействие з державно-прикордонною служби, і я думаю, що там буде настільки жоскі меры, що більше такого не повториться, якщо даже там присутствие какой-то человеческий фактор. Проводиться постоянна профилактическа робота в цьому направлі. Я трошки добавлю, абсолютно погоджуюся, тут є дуже важливий момент. Сьогодні я впевнений, і про миграційну службу в тому числі піднімалися, і про прикордону, про будь-яку державну службу. Я абсолютно впевнений, бо я знаю, саме миграційній службі в нас приділяється дуже серйозна увага скаргам громадян. Не лінуйтеся, скаржіться. Якщо ми говоримо про миграційну службу, кожен працівник міграційної служби не має значення де, в будь-якій області має бути з бейджем. Причому бейдж двосторонній, його не можна перевернути так, щоб не було видно прізвище, ім'я, по-батькові. Якщо ви бачите працівника міграційної служби без бейджа, то вже можете його фотографувати і присылати нам фотографії. Я зрозумію, я зрозумію, я зрозумію, я зрозумію, представителю пограничной служби здесь рядом з вами, только є гражданське формування скарг, але у нас щас є волонтери Демаляга Людінов з Новоліксеєвки, я хотів, щоб ви включити, розповість розповість про мытання тех людей, які обращаються к вам, лично к вам, з проблемою, які їх безпокоюєт сьогодні. 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 Доброго вечера. Я, в первую очередь, хотів, щоб поблагодарю представительства президента за їхній трус, за їхнюю роботу, потому що за стільки лет наше представительство не роботало сегодня. Лавашко роботи, сьогодні, вже є, про граждану обійтися, розшити багато відсутніших вопросів. Я б хотів обійти в першу з Сергію Александровичу. Він сьогодні розказував багато технічних новостей, які будуть зберігать з нового року. На сьогодні, є, помимо цих проблем, є внутрішні проблеми. Вас плохо слышно, Найдамага. Вас плохо слышно. Я вас слышу хорошо. Могу так сам. Я хотел б задать вопрос Сергей Александрович. Сегодня я сказал, що буде розшляти много вопросов, которые в будущем году будут разрешатся технически. Но є внутрені вопросы, які зберігать по 16-летним дитам, 14-16-летним дитам, які розпоксизуються на территорию України. Є вопросы по выдаче... Я хотел подруге сейчас. Идамага, сейчас вы меня слышите. Давайте сделаем подругу. Вы наберите сейчас просто по телефону. Я просил бы аппаратную, чтобы включили телефонный звонок. Просто телефонный звонок, потому что очень плохо слышно. Или выключить просто видео, может за счет того, что видео идет с Алексеевки, поэтому плохо слышно. Хорошо, пока Идамага сейчас переключает. У нас есть Роман Спиридонов, который непосредственно сам принимал участие во всех акциях, связанных с поспредством президента с самого начала. И знает проблематику, которая присутствует сейчас на Админ-Меже. Я хотел, чтобы вы поделились с нами. Ну, если честно, я слушаю уважаемые гостей, у меня ощущение такое немножко дежавю происходит, потому что год назад были большие жалобы, очень много было жалоб на работу наших контрольно-пропускных пунктов, и всегда их представители министерством, пограничников, юридических, таможенников, всех кто угодно, чиновников, говорили, что жалуйтесь, мы все решим. Сегодня я слышу точно такие же жалобы и те же самые обещания наказать всех, кто себя неправильно ведет на границе. По роду своей работы к нам часто обращаются люди, вот к нашу службу информационную, вот с теми же самыми проблемами, о которой говорил Нарима Джилял. Это и пересечение границы, и оформление документов, и чаще всего, что поражает, эта история, она до сих пор, по-моему, продолжается, не закончена. Многие крымчане, переселенцы приходят в Сабесы для того, чтобы оформить помощь там на детей, допустим, многодетные семьи, и Сабесы отправляют запросы в Крым. Очень интересная история, да, вы знали об этом? У нас эти случаи, ну, скажем так, мы их снимали, может быть, около года тому назад, конкретный случай, то есть жалобы есть, а конкретный случай задокументирован на видео, и даже есть признание сотрудницы одного из районных управлений Киева, о том, что, да, она так признала, что она так сделала. Она отправила запрос по электронной почте по месту жительства крымчанина, который пришел оформлять пособие на ребенка. Оттуда получала ответ, стоит он там на учете, получает деньги или не получает, принимала как документ, и на основании этого документа уже отказывала или давала положительное разрешение. Это сейчас я бы хотел бы, чтобы прокомментировал все-таки службу беспеки Украины. Владимир Николаевич, как такое вообще возможно, как можно запрос сделать? То есть, это правильно понимаю? То есть, это Минсоц, это кто? Да, это управление социальной службы. Запрос делала в оккупированный Крым, то есть? Я со своей стороны хочу сказать, что Украина не признает документы выданы. А сотрудники служб признают? То есть, получал ли гражданин Украины в оккупированном Крыму пенсию, если он получал, то здесь ему отказывают. Пособие, да. Это невозможно. Я считаю... Я слышал, с военкоматами такая история была, но вот пенсионные фонды тоже. Мне это неизвестное. Покуратура проводит по этому поводу мероприятия в отношении пенсионного фонда взаимодействия. Бывает уж такая информация, что пенсионный фонд взаимодействует через Москву, через Краснодар. Нет, мы уточняли, даже не через Москву, непосредственно в Симферополь, в районное отделение. Давайте информацию о правоохранительной структуре и будет ярко. Просто на самом деле этих жалоб масса и они наверняка подаются в правоохранительные структуры. Еще если говорить о постановке 10.35, которая была принята для того, чтобы остановить торговлю, но оно по факту стало просто какой-то коррупционной лазейкой и пользуется на этих контрольно-пропускных пунктах. Мы эти жалобы тоже поступаем. Я, может быть, не говорил бы даже сейчас об этом, если бы не собственный случай. Когда я приехал раньше, моя жена приезжала там спустя время, перевозила вещи в бусики, личные вещи перевозила, бэушные. И на основании того, что там везла пылесос, я сказал, нет, мы вас не пропустим. Пылесос это не личная вещь, мы вас вернем. И это тянулось несколько часов, пока этот вопрос не решился, скажем так, не очень законно. Это как? То есть супруга дала деньги? Украинские пограничники берут российскими или таможенники, сейчас я не буду даже никого обвинять в конкретную службу, потому что я там не был, но знаю, что кто-то из сотрудников берут российскими рублями. Есть такое. Я думаю, что Дед Рустамович знает об этих проблемах, я думаю, что и служба в испеки об этом знает, я думаю, что это не первый случай, но я думаю, что это все-таки не в массе своей происходит, я думаю, что это какие-то единичные. Давайте послушаем, вот у нас есть звонок из Крыма, Роман, давай зададим все-таки Крыму разговаривать с нами. Слушаем вас в эфире. Слушаем вас. Не слышим звонок. Алло. Да, 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 говорите. Вот смотрите, я выехал с Крыма в 2014 году, пошел воевать в батальон Эйдар. Когда нас расформировали, я приехал, получается, и в прошлом году потерял паспорт. Обращался в миграционную службу, в миграционную службу меня отправила в паспортный стол. Паспортный стол отправил в полицию меня. Полиция же же, официальную бумагу мне прислал, чтобы я ехал в Крым, получал себе паспорт. Вот как мне быть? Ну, ехать в Крым, чтобы меня там посадили, или же все-таки как-то тут возможно мне сделать паспорт. Весь пакет документов у меня соответственно есть. Свидетельство о рождении, аттестаты, дипломы, ну, все есть, подтверждающие мою личность. Ксерокопия паспорта. Вот как мне быть? Я вот хожу уже ровно год, хожу ровно год уже к кабинету. Мы услышали вас, вы не представились просто, мы не знаем, сейчас находитесь. А я, ну, давайте я не буду представляться, просто потому, потому что, ну, у меня родственники все в Крыму. А у нас, вы знаете, тоже у всех родственники в Крыму. Скажите, где вы находитесь сейчас, в каком городе? Хорошо, ну, давайте, ну, просто Эрнест меня зовут. Хорошо, селям алейкум, Эрнест, да, у нас. Алейкум селям. Хорошо, вот давайте дадим возможность миграционной службе Украины ответить на ваш вопрос. В каком городе вы находитесь сейчас? В Киеве. Вы находитесь в Киеве. Зарегистрированы, у вас есть паспорт, я так понимаю, у вас есть паспорт гражданина Украины, или у вас нет вообще никакого? Конечно, у меня другого нет, я его потерял, вот именно что, у меня есть ксерокопии только остались. Ксерокопия. А загранпаспорт был у вас? Нет, не было. Загранпаспорта у вас не было, окей. Ну, вам нужно обратиться, согласно ксерокопиям, то есть в тот паспорт, который вы потеряли, вы были зарегистрированы где? На территории Крыма или где? Крыма, да, у меня прописка крымская, конечно. Значит, согласно закону, вам нужно, вы можете обратиться в любое подразделение миграционной службы, абсолютно любое. Если вы находитесь в Киеве... Я сам говорю, то что я обратился, меня с миграционной службы отправили в паспортный стол. С паспортного стола меня отправили в полицию. С полиции пришел мне официальный ответ, едь в Крым по месту жительства получать себе паспорт. Ну, полиция не могла дать такой ответ. Смотрите, паспортный стол... У меня есть бумаги с печати. Ну, окей, тогда... Предоставьте нам такую бумагу. Да, предоставьте. Придите на Владимирскую 9 в миграционную службу, ну, во вторник мы уже будем работать, потому что уже выходные. То есть, во вторник приходите, будем смотреть ваши документы. Паспортный стол и миграционная служба это одно и то же. Паспортных столов уже давно не существует, это подразделение миграционной службы. В полицию вас отправили, я не очень понимаю. Смотрите, меня отправили с Олейника на Декабристов. На Бажана. Олейник это вообще центр на занятых миграционных службах. Это не миграционная служба. Да, ну вот, оттуда вот туда отправили, а уже, естественно, вот с этого Бажана, там, в кинотеатре факел этот паспортный стол. Меня отправили в полицию. И, ну, вот с прошлого года у меня вот вот светяется вот этот замкнутый круг. Я вот этих три службы хожу, 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 а толку нету вот у меня. Пожалуйста, во вторник приходите, Владимирская 9, я буду на работе. Спросите у охраны меня, я выйду, ну, то есть, мы попробуем разобраться в вашей ситуации. Зачем? Ну, тут связано это с какими-то индивидуальными. Скорее всего, вы сказали, что у вас украли паспорт, поэтому у вас... Нет, я указал заявление, что я его утерял. Я, как гражданин Украины, не обманывал органы власти и готов был заплатить штраф. Правильно, значит, приходите, мы разберемся. То есть, вас должны были принять заявление, вас должны были спросить, какие у вас есть документы, кроме копии паспорта. Справка об утере, и есть официальный ответ на два места, что есть в Крым, получая себе домой паспорт. Какие у вас есть документы? По месту жительства. Какие документы у вас? Конкретно, по месту прописки. Прописано, вот так вот. Эрнест, давай сделаем вот как. Сейчас ты увидишь горячую линию постоянного представительства президента по Крыму. Я бы хотел, что все-таки, так как Сен-Ватан Дашсон, что-то обязательно позвонил. Я думаю, что из этой системы еще не оставить без внимания. Есть те вещи, которые, может быть, нам нужно подключаться и подключаться более активней. И мы для этого, в принципе, сегодня эту тему обсуждаем. Может быть, мы сейчас перескакиваем с одной темы на другую. Так у нас получается, потому что очень большой такой вот целый ввоз проблем накопился за все это время, действительно, которых старой, так скажем, власти, которая была при представительстве президента, и в том числе и в аппаратах и СБУ, в частности, и в Демейте, они не решались, потому что Крым оккупирован. Так получилось, что действительно граждане оказались заложниками, граждане Украины оказались заложниками в Крыму. Естественно, оказалось так, что власть, материковая власть Украины не смогла в то время собраться и сделать так, чтобы это действительно было сделано, как это положено, должно было сделать в цивизованных странах. Так получилось. Но мы сегодня специально для этого и находимся здесь пообсуждать, чтобы вы и мы, чтобы мы услышали друг друга те проблемы, которые сейчас есть. Вот вы сейчас видите горячую линию, Эрнест, запиши обязательно, хорошо? И после эфира обязательно позвони, и если что-то там не решится, опять же, обратишься к нам, хорошо? Меня можешь найти всегда. Я бы еще хотел... Кто? Да, сейчас. Я бы хотел еще вот Наримана Джириала вопросу вернуться, который говорил Нариман Джириала, что вот те работники украинской власти, которые были в Крыму, и они сдали русским власть фактически в Крыму, и они замечательным образом сюда перемещаются, и каким-то образом даже получают паспорта, если я правильно понял, Нариман Джириала. Ну, как минимум, члены их семей, как минимум. Вот что вы скажете? Вот, Владимир Николаевич, по поводу этого возможно такой вариант? Членов семей, возможно, есть такие случаи. Что касается лиц, которые, госслужащие, которые, скажем так, перешли на сторону агрессора, то в отношении этих госслужащих есть уголовное производство, и они, насколько я знаю, сюда не пересекают. Если есть такие случаи, мы выявляем таких людей, то, соответственно, в рамках уголовных производств мы это все проводим досудебное расследование. И по ним уже, естественно, будет принимать решение суд. А возможно сделать так, что вот мы, вот об этом нам тоже информируют, что они делают так, они делают какую-нибудь харьковскую или одесскую прописку, за деньги находясь в Крыму. Вот сегодня об этом говорил Сергей Валерьевич тоже, что 500 долларов стоит сделать какой-то паспорт гражданина Украины, и там этот документ берут и везут на материковую часть Украины, и здесь каким-то образом делают. Это возможно или это просто чьи-то вредные или слухи? Вполне это может быть возможным, но Служба безопасности Украины занимается выявлением таких случаев, и если выявляют такие случаи, и в действиях гражданина присутствует нарушение законодательства Украины, тогда принимается соответствующее решение. Дивица, тут треба читко разделяти две речи. Первая речь, это взаимоводносие люди с законом, то есть, чья человек правопорушник, или расшукается правоохранными органами Украины, или есть подтверждение скояния каких-то злочин, и так далее. И вопрос документирования, потому что, если человек является гражданином Украины, она имеет право на документирование апріори, независимо от чего. Это очень важный момент, который, если нас чуют кримчане, который требует всем понимать, дистанционно, без присутности особи в Украине, при подразделе або миграційной службы, або Центре надания адміністративных послуг, або паспортному сервісу, тобто, в одних из трех установ, про которые уже казалось, не можно оформить документы, жодного документа сьогодні оформить неможливо. Неможливо оформить закордонный паспорт дистанционно, неможливо оформить ID-картку дистанционно, потому что скануются відбитки пальцев, потому что людина фотографируется, и так далее. Тобто, если будь-яка особа если можно было погромче и домогать. Теперь, да, давайте вот только... всем, Сыряна Аликен, добрый вечер. Слышно? Да, слышно, слышно. Я в первую очередь хотела поблагодарить представительства президента, который сегодня работает, слава богу, если бы они по какому веке начали работать в 14-е годы, может, многое, что изменимо было бы в законодательной базе по медицинаме службы. Я хотел бы задать вопрос Сергею Александровичу. Он говорит, он рассказал сегодня технически, что у нас это одна боль миграционной службы, что нехватка технического оборудования 5-е и 10-е. Но сегодня, помимо этих технических вопросов, есть еще вопросы, которые неразрешимы, буду говорить так. Вопрос первый такой основной вопрос это 14-16-летие дети. Когда мы сегодня документируем, медиаториальные службы просят место проживания, прописки. Естественно, что у многих людей оформленные дома были поздним сроком, не успели в домовой кредит. И сегодня медиаториальные службы требуют справку в местной регистрации. Естественно, человек, какой может справку принести? Только с российской печати, который сегодня не принимает одна медиаториальная служба. И ставит детям паспорт и место проживания. То есть завтра ребенок поступивший на территорию Украины в какое-либо учреждение, он не может быть предоставлено ему общежитие и пятый и десятый. У него возникает тысяча проблем. Это одна коронавирусия. Я 14-16 летний. Вторая коронавирусия сегодня выдача загранпаспортов и дефекация особой. Выдача загранпаспортов. Самое проблематичное, если у вас есть загранпаспорт, вас инфицируют на... То есть вы можете подать документы на оформление загранпаспорта. Как же быть этому 18-летнему ребенку, 20-летнему ребенку, который родился при Украине, но у него нет сегодня ни одного подтверждающего документа, у него нет загранпаспорта, у него нет удостоверения такого вида, имеющего печать, фотографии, украинского образца. Помоги, аппаратно, я вам не слышу, мы дымаряем. Не берут оформлять личные документы. И практически не принимают их на документы, требуют разные припомни ставят. Потом люди начинают официровать, искать в левую путь в поддержке документов, чтобы сдать, сколько получили на отец дать принятые документы на загранпаспорте. Это второй больной вопрос. Третий больной вопрос, это 18-летние дети, которые сегодня, во время, которым было в 14-м году, было 16-17 лет, они не успели оформить межуторные подсорта украинские. Прошло строк, сегодня 18-летний. Они не могут приехать сюда оформить, потому что требуется целый пакет документов очень экологического обращения. Это нужно, чтобы приехали его родители оба, плюс еще кто-то взрослый подтвердил, что он это он. И это еще гарантия того, что его могут принять документы и сделать оформление. Плюс его возврат назад. Если не приняли документы, значит он должен находиться на территории Украины и ждать когда же еще довезти документы, чтобы его оформили. Это еще один вопрос. И еще я могу много таких факторов принести в согласование по грандскому гибрационной службы. И плюс вопрос. считаем, что украинский паспорт есть сегодня рассказывающий личность человека. И почему мы когда оформляем загран паспорта требуем, чтобы подоставили права или все подобное. Вот такие вопросы. Еще много вопросов есть, но я понимаю, что я думаю, что достаточно. Я бы хотел, чтобы все-таки два блоки вопросов. То, что я хочу, на жаль, далеко не все я зрозумів. Місце реестрации. Місце реестрации дитини. Ситуация такая, если детина по досягнению 14-летнего века оформляет ID-карту, если батьки зарегистрированы, есть документы, их паспорты, они зарегистрированы за одними адресой, мы эту адресу можем перенести в паспорт дитини. Мы это делаем. Если разные адресы, на жаль, мы никак не можем визначити, где зарегистрирована дитина. Но треба понимать одну простую речь. Украина уже делает конкретные и достаточно древние и показовые кроки до того, чтобы объединять будь-якие моменты жизнедеятельности особи от реестрации места проживания на сегодняшний день не ключевая. Если мы говорим про банковскую систему, мы имеем розъяснение Нацбанку, там, где написано, что реестрация, что место проживания особи может быть визначено за данными, которые внесены людиною в анкету. То есть ніяких подтверждений не нужно. Если мы говорим про медицину, то мы имеем инициативу Министерства охороны здоровья, что будет онлайн запис до лекаря и что это будет объединена послуга от регистрации места проживания. Если мы говорим про миграционную службу, то мы понимаем, что после оформления одния ID-карты, первая ID-карта оформляется за местом регистрации. Это для громадян Украины всех. Для всех громадян. Для кримчан законом визначено выключение, что они могут вертаться до любого места с любыми послугами. А все громадяни звертаются для оформления первой ID-карты саме за местом регистрации. Но только первой. Как только ID-карта отрисована, данные внесены. Чему они туда звертаются? Потому что идентификация, потому что паперовые архивы. Как только идентификация, данные внесены до регистрации, далее в послу и все паспортные отрисуют независимо от места регистрации. Это первый блок вопроса. То есть, на жаль, тут мы уже плавно переходим до второго блоку вопроса. На жаль, дейсно, мы констатуем, что существует Продолжение следует... Продолжение следует...